Калмыцкий язык, тюркский язык, самоназвание, ханкелн, национальный язык калмыков, республика Калмыкия, тюрко-монгольский калмыцком языке и совпадают с таковыми в бурятском, казахском, нагайском и башкерском языках, тюркские, угорские и тунгусские элементы, сравнительного материала на монгольском и тюркском языках. Рассматриваемые термины также подвергли сравнительно историческому и этимологическому анализу, который выявил тюркское происхождение. Калмыцкий в настоящее время является родным языком только небольшого меньшинства калмыцкого населения. Его упадок как живого языка начался после того, как калмыцкий народ был массово депортирован с родины в декабре 1943 года в наказание за ограниченное его упадку. Являются, значительной частью калмыцкого населения от болезни и недодания как во время путешествий, так и по прибытии в отдаленные поселения в изгнании в Средней Азии, на юге Центральной Сибири и на Дальнем Востоке СССР, широкое расселение калмыцкого населения. Срок ссылки, который закончился в 1957 году, однако русский язык был сделан официальным языком республики, и калмыцкий народ подвергся советизации, что привело к резкому сокращению калмыцкого языкового образования. Кириллица прочно утвердилась среди калмыков и других народов тоже. Например, также во Франции и США, но использование калмыцкого языка резко сокращается. Во всех трех местах фактическое количество говорящих неизвестно. Калмыцкий язык считается вымирающим языком. Калмыцкая община в Нью-Джерси, прибывшая в США в 1950-х годах, планировала работать с проектом Enduring VHS по продвижению калмыцкого языка и культуры. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Продолжение следует...